Сказка третья. О мужике-корыстолюбце. Здравия будьте, люди добрые! Мы, скоморохи удалые и рассказчики умелые, Опять к вам пришли, да новую сказочку в лакошки принесли. Речь пойдет сегодня о мужике-корыстолюбце и юродивом, С духом времени дружбу водящим. Жил да был на опушке у озера мужичок, возрасту неопределенного. Ничем среди прочих он не выделялся. Ни статью, ни умом. По жизни старался никому не докучать, Но и к себе близко никого не пускал. А потому ни семьи, ни детей у него не было. Про таких в народе говаривают, Что в тихом омуте всегда что-нибудь дозаведется. Больше всего не любил он работать, А любил шляться без дела по воскресным ярмаркам, Да слушать новости и сплетни разные. О берегах кисельных и реках молочных, В странах заморских, О красивой и вольной жизни богатеев, Без забот, без хлопот и прочих трудностей. Бывало, день простоит с открытым ртом Возле рассказчика искусного, Доставая его разными вопросами. Закралась душу героя нашего зависть лютая, Все нутро его выжигающее. Захотел и он богатым стать, Да непременно, чтобы сразу все получить, Без особых трудностей. Уж больно хотелось ему успешным стать, Чтобы жить, работы не знаючи, Да как сыр в масле катающись. Только вот беда, глуповат был мужик, И к наукам не испытывал большого рвения. Но гнала его зависть бешеная, К мечте заветной, душу греющей. Все ходил и ходил наш мужик По торговым рядам без устали, Все выспрашивал и вынюхивал Про дорогу к успеху великому. С ним охотно делились советами, О древних знаниях рассказывали. Только все знатоки удалые, По их словам секретами владеющие, В разные стороны показывали, Да перед другими знатоками Свою правоту доказывали. Не вдомек было мужичку простоволосому, Что его торгаши обманывали, Разговорами сладкими задабривали, Да залежалый товар ему втридорога втюхивали. Как-то раз в солнечное воскресенье Наш герой, как всегда, был на ярмарке. Было людно и шумно на площади, Шла торговля повсюду бойкая. Вдруг послышались крики истошные. Все на площади вмиг замерли, Словно окаменели. Люд мирской, позабыв про дела свои, Начал тихо расступаться, Понурив голову. Коридором людским безволствующим Бежал через площадь юродивый. И кричал, и кричал он без устали, Нагоняя страхи на окружающих. Власть полной луны Все еще продолжается, Но рассвет к нам уже приближается. Время есть еще у заблудших Одуматься, Да перед людьми, Ними обманутыми, Поскорей повиниться, покаяться. Но смысл слов человека помешанного Для мужичка был совсем непонятным. Кто такие эти заблудшие, И за что им нужно всем каяться? С мыслями этими Зашел он в трактир подорожный, Где обычно странники Собираются заезжие. Там в углу сидел купец, Изрядно подвыпивший. Взглядом рыскал по залу В поисках благодарного собеседника. Заметив мужичка нашего растерянного, Поманил его пальцем И приказал громким голосом, Ну-ка, подь сюды, Да присядь за стол. Вижу, ты человек простой, А мне сейчас такого и надобно. Мужичок присел у края стола, Глядя на богача заискивающим. Продолжал купец, Не из здешних я краев, А потому расскажи-ка мне, Чем живет тут народ. Что сейчас покупает он И какое добро выше ценится. Собираюсь я в дальний путь За товаром разным. Хочу знать, Что у вас можно подороже продать, Да потешевле купить пристойное. Коль поможешь мне, Сделаю тебя своим помощником. Не владею я науками торговыми, Начал наш герой робким голосом. Лишь мечтаю стать, Как вы, успешным в жизни сей И над прочим людям возвыситься. Много выслушал я советов торговцев В нашем краю известных. Сотни книг я купил про счастье, Скорое. Только все не заходит у меня разбогатеть И быстро освоить дело торговое. Может вы, человек безмерно богатый И очень уважаемый, Мне откроете путь к мечте моей заветной. «Ох и глупый ты!» Рассмеялся купец, Коль поверил пустым росказням. «А за то, что уважил меня словами и льстивыми, Дам совет тебе дельный И денег за него не потребую. Приглянулся ты мне, Потому что меня напомнил в молодости. Вижу в тебе потенциал великий К нашему ремеслу рискованному». Подсев поближе к собеседнику, Купец продолжил свое повествование, Снизив голос свой почти до шепота. «В нашем мире луна правит, А потому торговле жить надобно. Кто торгует до злато-серебра В кубышку собирает, Тот все имеет, И деньги, и власть ему даны. Все ему доступно и подвластно на земле, И нет силы, способной воспрепятствовать Воле богатого человека. Никто ему не указ, Даже Бог, если бы он был бессилен Перед лицом торговца усопшего». «Ты спрашиваешь, Есть ли секрет богатства безмерного? И секрет имеется, Как богатым стать да по-скорому. Все зависит от того, Как далеко ты готов зайти Ради успеха личного». «Вот ответ мне», Спросил купец у простофиля нашего, «Какими качествами должен обладать Человек предприимчивый На хороший куш нацеленный?» «Мужик, говорят люди, Знающие, Что самое главное качество для человека торгового Это репутация его незапятнанная. Честным должен быть и порядочным, Чтобы люди доверяли купцу И только к нему за товаром ходили». Купец. «Это все для слабаков, мягкотелых. С такими мыслями ты много денег не скопишь И заветной мечты не достигнешь. В нашем деле нет мягкости и сомнений, Если вопрос денег решается. Посмотри вокруг повнимательнее, Подскажу, куда смотреть надобно, И увидишь, что деньги у тебя под ногами валяются. Обрати внимание на людей, вокруг тебя живущих, Народ в основном добрый и доверчивый, Рода Бога почитающий, Да орая мечтающий. Притворись бедным и немощным, Тебя накормят и обогреют без корости, А скажи, что обокрали тебя неместного, Еще и денег просто так дадут От доброты душевной без заднего умысла. Многие таким промышляют и живут припевающе, Простаков добродушных объегоревая. Для того, чтобы стать богатым, Быть честным и порядочным не обязательно. Нужно лишь казаться таковым старателем. Можно жить без души, стыда и совести, Коли нет от них никакой корости. Мы живем на свете, Где законы звериные действуют, И вести себя, аки зверь, надобно. Где, как медведь, силой добычу отнять, Где хитрой лисой в курятник пробраться, Конкурентов изводить не жалеючи, Иначе они изведут тебя при первом удобном случае. Твори добро для людей только с тайным корыстным умыслом. За каждую монету, вложенную, Бери не меньше трех. Так у нас, у успешных торговцев, положено. В этой цифре мистический смысл заложенный. Как усвоишь ты правила эти нехитрые, Так и удачу за хвост сразу поймаешь желанную. Кто другое утверждать станет, Призывая тебя к щедрости и милосердию, Не слушай его. Ибо зависть, говорит, будет в нищеброде никчемном, К успеху твоему с богатством несметным. Хорошо усвоил наш мужичок науку торговую, Быстро стал богатеть, да над другими возвышаться. Где силой, где хитростью действовал, О судьбах чужих не задумывался, Падающих подталкивал, Сильных подкупом брал до поры до времени, Пока не находил способа извести их со свету белого И прибрать их добро бесхозным ставшим. Иной раз, ради прибыли большой, Воровством и убийством и не брезговал. Стал наш герой купцом известным, Среди других торговцев почитаемым. Кто из страха его уважал, кто из зависти. Уж в столице поселился он прямо у торговой площади, С боярами за одним столом сиживает, Советы раздает, как государством управлять В своей личной выгоде. Еще не раз он слышал пророчества Юродивого, Только, уверовав в свое бессмертие, Не обращал на них никакого внимания. Повторим науку народную. Сколько бы веревочки не виться, Конец все равно будет. Как-то рано утром встал наш мужичок С постели своей мягкой И, как водится, пошел в кладовую, Где сундуки с деньгами хранились, Чтобы потешить свое самолюбие Видом богатств своих несметных. И, казалось, ничто не могло помешать Этому действу сакральному. Подошел он к открытому сундуку с драгоценностями И хотел было зачерпнуть пригоршни Свои немаленькие вожделенные золотые монеты, Но не смог сделать этого. Не сразу понял бедолага, что случилось, А когда понял, не было предела его удивлению. Его золото и прочие драгоценности Стали прозрачными, И взять их не представляло никакой возможности. Вот есть они, красивые и блестящие, А вроде и нет их. Да и с руками случилась какая-то оказия. Через них пол стало видно погреба каменного. Побежал мужичок наш испуганный Посмотреть на себя в зеркало большое. Но когда увидел он свое отражение, Великий ужас охватил его душу От грязных дел почерневшую. Стал наш герой на полупрозрачный туман похожий. Вроде есть он, А вроде и нет его со всей его дорогой одежей. Так стоял он, как статуя каменная, Мысли бешено носились в голове его В поисках выхода. Крик радостный вывел купца из ступора. Доносился он со столичной площади торговой. Радуйся, честной народ! Наступил долгожданный рассвет. Луна в лучах восходящего солнышка растворяется. Новая эпоха на земле начинается. Выскочил на улицу наш человек туман бесформенный. Посмотрел по сторонам, выискивая кричащего. Заметил спину убегающего юродивого и помчался за ним, Своих ватных ног не жалеючи. Так бежал он долго, кричав следы, моля о помощи. Пока, наконец, не догнал юродивого, Богом рода по жизни отмеченного. Услышав окрики громкие, Остановился юродивый и обернулся к завучему. Спала пелена безумия с лица его. Был юродивый и с лицом глупым перекошенным. Стал мудрый старец седовласый. Сам дух времени, глашатый богорода великого. Помоги, помоги мне несчастному, Заскулил наш купец от бессилия. Растворяюсь на солнце я утренним, И богатство мое растворяется. А причин я не знаю, не ведаю, И от этого близок к безумию. Что тебе непонятно глупому? Начал старец свое поучение. Власть луны завершается, С нею деньги все растворяются. Конец темным делишкам приходит, Луч солнца всю нечисть на свет божий выводит. Застонал, завыл купец белухой морской, Землю под ногами теряющий. Но сказали мне, что вечно власть торговцев будет, И нет никого, даже Бога, чтобы этому помешать. Говорили тебе о том, Такие же, как ты, торгаши неуемные, Их ждет такая же участь, как и тебя, Непутевого растворится, Как роса в лучах солнца яркого. Это ж надо быть таким глупцом самонадеянным, Чтобы поверить в свою исключительность, И мечтать о том, чтобы в эпоху новую, Светом правды озаренную, Остаться при власти и при золоте. В новом мире, чтобы жить, Иные качества надобны, Не звериные, но человеческие. А у тебя, корыстолюбца, От них ничего не осталось. В цене теперь любовь, взаимопонимание И прочие щедрости на бескорыстие покоящиеся. Они людей сплачивают и дружбу укрепляют, А в трудные минуты выжить помогают. Ты, торгаш, меры не знающий, Честь и совесть свои за грош продавший, Стал ты выродком жадным, Богорода своего поправшим. Не прошел ты экзамен на человечность души твоей, И потому судьба твоя Исчезнуть навеки со своим златом, Ни одну окрепшую душу вгубившим. Все выше подымалось солнышко красное, Все меньше оставалось от купца нашего. Так и растаял бедолага несчастный, Как снег в солнечный весенний день прекрасный. Вот такая получилась сказочка, Есть над чем подумать, помаяться. Или жить без стыда и совести, Всякое барахло собирающее, Да людей простых унижающих, Или добро творить на земле созиданием, Богорода за все прославляючи. Власть полной луны все еще продолжается, Но рассвет к нам уже приближается. Время есть еще у заблудших одуматься, Да перед людьми, ними обманутыми, Поскорей повиниться покаяться.